Неизменная примета времени года. Из окон домов в Ноябрьске снова свисают кабели для автоподогревов. Их убирали летом, а зимой всё вернулось на круги своя. Жители дома 76 по Советской демонтировали провода на время ремонта фасада, но при первой же возможности протянули их снова. Некоторые для этого даже просверлили балконы. Автолюбитель Сергей Банщиков, например, вытащил кабель через окно. И у каждого, конечно, своя правда. Я пенсионер. У меня пенсионера, чтобы поставить топитель автономный. И у меня такой суммы нет. Прожила в северных условиях. На машине я, по идее, должен передвигаться где-то. У кого нет необходимости купить автоподогрев, поставить, и поэтому ставить подогрев. Проводов на стене этого многоквартирного дома быть не должно по решению суда. Ещё в июне Фемида обязала коммунальщиков демонтировать кабели. Но работы не проделаны до сих пор. Теперь управляющей компании придётся заплатить крупный штраф. Мы запрашивали из коммунальщиков, установили 5000 рублей. Но суд посчитал, что соразмерно будет установить 2500 рублей за каждый просроченный день исполнения решения суда. Штрафы начали начислять с 24 октября. Сумма уже достигла 150 тысяч рублей. Руководитель обслуживающей компании комментировать ситуацию отказался. Но без камер сообщил, что организация готовит иски в отношении собственников к квартир. Мол, платить за свои провода они должны сами. Тем временем администрация города начала судиться ещё с двумя управляющими компаниями. Кабели – потенциальная угроза для домов. Это лишь подтвердил недавний пожар в Ноябрьске. Пожарные не смогли сразу приступить к тушению огня в пятиэтажке как раз из-за растянутых во дворе кабелей. Быстрее оказалось войти в квартиру через окно. Но чтобы добраться до очага возгорания, пришлось вскрывать входную дверь. Если бы в квартире во время пожара находились люди, потеря времени могла быть фатальной. Русана Чулпанов, Раван Лузанов. Время – Мало. Ноябрьск.